Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков. Ну и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизни и это начало очередного, так сказать, нашего сезона, нашей рубрики Российская Премьер Лига в Лиге Чемпионов. Мы уже отыграли с вами групповой этап за Зенит, за Краснодар, Краснодар занял третью строчку. Зенит, к сожалению, вылетел вообще из Еврокубков, заняв четвертое место. Но сейчас мы попробуем завершить вот этот сезон Еврокубок, Еврокубковый наш сезон за Локомотив. Я не знаю, после завершения этого сезона мы попробуем, может быть, как раз скоро Евро начинается к чемпионату Европы, там за сборную России, за еще какие-нибудь сборные, может быть, за сборную Украины тем более. Мы попробуем, почему бы и нет. Ну а сейчас у нас Лига Чемпионов, играем мы за Локомотив, как вы видите, по жеребевке Локомотив оказался в четвертой группе, поэтому мы занимаем четвертое место у себя в группе. Но здесь я не знаю, здесь нам кажется, вот только третью строчку мы будем пробовать занимать, потому что против Баварии Атлетика будет трудновато. Ну что же, я видоизменил нашу схему, было там три центральных полузащитника, один атакующий полузащитник и два форварда, причем один был оттянутый. Я решил схему эту немножко подизменить, потому что у нас есть хорошие игроки на фланге, это же Малединов пойдет и Залуиш, хоть у него и получше даже рейтинг будет в нападении, нежели чем у Смолова, но у Смолова будет похуже на фланге, к примеру. Поэтому мы оставим все так, вроде все игроки пойдут, ну и сейчас соберем скамейку запасных и будем начинать. Так, ребят, ну пока я вот собирал скамейку запасных, я нашел еще два вида изменения. Камано, справа у нас будет играть они же Малединов, потому что у него получше даже будет, и Игнатьева вместо Живоглядова, как-то вот я их пропустил, поэтому все, вот таким составом, это наш как бы самый стартовый состав, вот сейчас у нас первая игра против Баварии, мы играем дома, ну и сейчас посмотрим у кого там какая форма, вот например мы видим, Рыбус не сыграет, выйдет Лусо вместо него. Я бы же Малединово попробовал, но давайте все-таки во втором тайме, чисто из-за того, что у него хорошая форма, мне кажется, Камано тоже должен справиться. Поэтому вот таким составом мы выходим против Баварии, наша домашняя игра, Локомотив Бавария, поехали. А вот из Луиша на Антона Миранчука, здесь у нас Федор Смолов, и отлично как Федор Смолов на Антона Миранчука, Антон Миранчук, но нет, Мануэль Нойер спасает ворота, вот так вот уже на 29-й минуте. Миранчук и Смолов такую отличную атаку провернули, и там на, между прочим, на Смолове был Зюли. Подача, но нет, здесь может быть еще одна, что-то получится и Смолов, но нет, но нет. Все-таки Бавария это обладатели Лиги Чемпионов прошлого сезона, и Нойер, прямо как в финале против ПСЖ в прошлом году, очень хорошо здесь уже второй удар спасает. Ну и, кстати, Смолов, мне кажется, больше всего выделяется пока что. Нулевая ничья, Локомотив выдерживает натиск Баварии, причем даже Локомотив получше смотрелся, чем Бавария. По статистике это уж точно будет видно. Три удара, три в створ у Локомотива, причем это было все в первом тайме. Еще и владение практически на равный, здесь пытался как-то Локомотив выдерживать, но в любом случае, Локомотив, смотри, 10 перехватов, 5 отборов мячей, ну это просто невероятно. Лучшим стал Нойер, действительно он спас Баварию, два было суперских момента у Локомотива, чтобы выигрывать сегодняшний матч, но вот не получилось. Атлетика в противоположном матче обыграла разгром на 4-0 Young Boys, ну и Локомотив занимает теперь вторую строчку, деля ее вместе с Баварией. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Большое спасибо вам за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Обязательно подпишитесь на канал, чуть-чуть у нас осталось до 1000. С вами был Андрей, канал Футбол, это Жидановство, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok